Добрый день, меня зовут Молоков Дмитрий, я эксперт магазина Кант Нагорная. Сегодня мы поговорим о шлемах и очках BBB. В BBB происходит большое количество шлемов под разные виды велоактивности. Это достаточно стандартная модель шлема. На каждом шлеме BBB мы видим все технологии, которые они выносят на бумажечку с размером. Это самая простая модель шлема. Здесь пластик, накатанный на пену. И, естественно, шлем имеет регулировку. Естественно, они размерные, они делятся от S до L. Если S будет самый маленький размер, в районе 54, плюс-минус 2 см, то, соответственно, самый большой будет зароканчиваться размером 61. Шлемы могут быть легкими шоссейными, как, например, вот такой. Максимальная вентиляция, никаких лишних сеточек. Но, опять же, регулировка по размеру, естественно. И усиленный каркас, который помимо накатанного пластика, вот он здесь отмечен красным цветом. Также каркас может быть, как на данном шлеме, карбоновым, совмещенным с алюминием. Это алюминий. В руках я держу шлем контрийный, до этого мы говорили про шоссейный. Основное его отличие – это наличие козырька, потому что кросс-контри-гонки проводятся по разнообразному рельефу, в том числе и лес. Поэтому, чтобы максимально защитить голову, но не потерять при этом в весе, ставится козыречек, чтобы закрыть от попаданий, например, веток в лицо. Также шлем контрийный, на нем предусмотрена сеточка. Эндурные шлемы, вот такие, в отличие от контрийных и шоссейных шлемов, имеют полноценную защиту затылка. Вот для сравнения шоссейный шлем и эндурный. Какой бы шлем у вас ни был, шоссейный, эндурный, парковый шлем должен быть, потому что, когда он понадобится, мы никогда не знаем. Но, когда он есть, он всегда может спасти ваше здоровье, даже часто жизнь. BBB производит еще и очки. Если мы говорим про белоочки, то чаще всего у них отсутствует нижняя рамка, она ограничивается только стеклом. Для чего это сделано? Для того, чтобы во время движения у вас было больше периферийного зрения. Рамка нам немножко ограничивает обзор. Соответственно, здесь рамки нету, обзор получается более полноценный. У BBB практически все очки комплектуются несколькими типами линз. От третьей степени защиты, самая темная, до нулевого. Это, соответственно, прозрачный фильтр, который нужен в сумерках или же при вечернем катании. Для чего нужны очки в велоспорте? Не только для защиты глаз от ультрафиолета, но и в том числе защиты от насекомых, мелких камушков, песка, ветра. Все, что может попасть в глаза, испортить видимость. Вот прозрачные очки с фильтром 0. Если же какие-то спусковые виды спорта, будь то эндуро, то очки могут быть дополнены и нижней частью. Они становятся более жесткие, но дают более направленное зрение. Тоже, соответственно, комплектуются линзами. Это, соответственно, 0, 1, 2 и 3. Также существуют линзы фотохромные, которые меняют свой цвет в зависимости от изменения солнечной активности. Более яркое солнце, а очки становятся более темными. Менее яркое, ультрафиолета практически нету. Очки будут достаточно прозрачные. Вот, например, вот такие очки. BBB производит вот такие лайфстайловые очки, которые можно носить, когда вы катаетесь на велосипеде по городу, или же просто носить в обычной жизни. Подведем краткий итог. Очки на велосипеде тоже нужны, так же, как и шлем. Они защищают наши глаза. Глаза – это наша видимость. Поэтому очки необходимы. Если солнце яркое, они защищают нас и от ультрафиолета. В магазинах Кант большой выбор очков BBB, так что вы всегда можете прийти, пообщаться с экспертом в отделе, и он подскажет и расскажет вам все, что знает об очках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова